В Красноярске избита продюсер и известная медиаперсона Наталья Сипетая. Неизвестно, напал на нее на улицу около шести вечера. Задержали и сдали его в отделение прохожие. Но полицейские решили этого, так сказать, мужчину отпустить. Это вызвало бурю негодования у красноярцев. Лишь после вмешательства журналистов и влиятельных горожан правоохранители были вынуждены активно заняться расследованием. Сергей Кузовков выяснял подробности этой возмутительной истории. Ему слово. Вопиющий случай произошел с известной красноярской бизнес-леди, общественным деятелем Натальей Сипетой. Ее избили во дворе собственного дома. Сделал это неизвестный мужчина лет 40, причем на глазах у многочисленных детей, игравших на детской площадке. Сама Наталья сейчас сидит дома, у нее сломан нос, и по понятным причинам от интервью она отказывается. Вот эту фотографию Наталья разместила на своей странице в Фейсбуке. В телефонном разговоре пострадавшая говорит, что все произошло сколь неожиданно, столь и быстро. Выходила из дома в театр, вдруг проходивший. Мужчина напал на нее и начал попросту избивать. Мы сначала думали, что он обеих положит, но в связи с тем, что он, видимо, увидел мужиков, которые бегут сзади, он так по нам, так дырвык, и пробежал прятаться на верхние этажи. При этом мужчины подбежали, быстрее вызывайте полицию, скорую, и побежали его ловить. Но они его связали, и полиция его забрала. Наталья с мужем тут же обратились в полицию. Как выяснилось, нападавшего там хорошо знают. Это далеко не первый акт его насилия. Спустя 4 часа мужчина уже был на свободе. Они вам сказали, что мы знаем этого человека. Он пьет 23 февраля, ходит тут по району, совершает всякие чудеса, там, подвиги свои. Неоднократно избивал свою мать. Вчера, говорит, сломал зуб нашему водителю. Он при задержании, в последние два дня, говорит, он особенно агрессивный, потому что там нас попадал. Я говорю, а как вы его выпускаете-то каждый раз? Они сказали, вот мы не имеем права его держать больше трех часов по закону. Вот мы стали детально разбираться, что ему грозит. Они сказали, ну ничего не будет, в общем, такие дела умирают на уровне мирового суда. Как же, позвольте, он же там нанес мне травмы. Как это может быть? Они сказали, ну, вот у нас есть какие-то статьи. По ним идет административное наказание, штраф. На странице Натальи в фейсбуке сегодня десятки комментариев. Желают скорейшего выздоровления, а мужчине, избившему ее, понести суровое наказание. Я считаю, Наталья мужественный человек, что выложила вообще все это в сеть. И женщине опубликовать фотографию, которую она опубликовала, на самом деле, это очень серьезно. Мне кажется, Наталья поднимает одну очень важную, очень важную проблему. Это то, что мы сами, как общество, часто соглашаемся с насилием. Мы вот эту границу дозволенного сами придвинули максимально. И вот то, что Наталья описывает, ведь здесь же важно не только то, что подонок какой-то ударил женщину. Вот она описывает, что ей говорили в полиции. Я вот хочу, честно говоря, теперь вот с этим постом просто, как получится, посидеть с начальником ГУРУВД. Чтобы он почитал и почитал, что говорят его полицейские. То есть вместо того, чтобы человека настроить на то, что человеку нужно бороться за свои права, защищать свою честь и достоинство, они ей рассказывают, да, да, у нас такие случаи частые, и мы отпускаем, до мирового суда даже не доходит. Что вы делаете? Это значит, вы плохо работаете, господа полицейские. Депутат Владислав Зырянов, узнавший о случившемся с Натальей Сипетой, отреагировал письмом на имя главного полицейского края. В обращении он просит Вадима Антонова взять дело под личный контроль и наказать виновного. На самом деле речь идет не только о избитой беззащитной девушке. Речь идет, в принципе, о комфортной среде обитания в городе Красноярске. О первом и главном требовании простых людей. О безопасности наших детей, наших жен, нас самих. И в этой части, мне кажется, вопрос надо ставить не только привлечь к ответственности этого отморозка, но и наказать сотрудников полиции, которые таким образом относятся к исполнению своих прямых обязанностей. Охранять общественный порядок, охранять нашу безопасность. Они за это получают деньги, деньги немалые. На ближайшийся законодатель собрания Красноярского края, вообще официальным путем, значит, будет непосредственно информация, услуженная начальник головного управления ВД России по Красноярскому краю, и будет задан такой вопрос, да, потому что носит достаточно, ну, такой резонансный характер данное преступление, я бы так сказал. Значит, хотя квалифицируют здесь уже известные органы, но вместе с тем, на первый взгляд, так очевидно. Конечно, нельзя судить обо всей системе, что, значит, она не работает, система, значит, что виноваты там законодатели и так далее. Не совсем корректно, но вместе с тем, еще раз говорю, проходить мимо этого случая, не обратить на него внимания ни в коем случае нельзя. И как сегодня стало известно, ближе к вечеру от самой Натали, избивший ее мужчина, был позже задержан и помещен в психоневрологический диспансер. Отметим, Наталья Сипета, известный красноярский продюсер, внештатная ведущая новостей Афонтова, организатор различных выставок и супруга генерального директора торговой сети Командор. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Ваших новостей жду по телефону 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Денис Шабанов, Афонтова. Новости.